Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин и сегодня мы с вами посмотрим первый короткометражный фильм Дмитрия Лавина. Так-то готовьте и чай, и кофе, или чего покрепче, может быть даже закурите и... К просмотру! Свет, камера, фото! Ну, что я могу сказать? Это было, это было, это было, ну, картинка хорошая, звук хороший, временами хромал хромакей, но знаете, я удивился. Я удивился, и это было замечательно. Я не думал, что меня так это, скажем так, восхитит. Дмитрий Ларин восхитил все-таки. Не просто так, он такое долгое время мелькал на наших с вами экранах, потому что его короткометражка, она по мне удалась. Я не знаю, я не вижу ничего плохого в этом фильме. Я не знаю, смотрели вы ее еще или нет, но я сейчас буду говорить со спойлерами. То есть идея в том, что Дима живет как видеоблогер, ну то есть показывается как бы его жизнь, и он придумывает план, где ветеран Великой Отечественной войны должен пройтись по параду в честь Дня Победы, Марш Бессмертных, с плакатом, который якобы нарисовал ребенок. Дмитрий дает этому старику плакат. И на плакате нарисовано маслом звезда, надпись Победа, а под плакатом Гитлер, и нарисовано обычным маслом, то есть просто масло смешанное с красителями. И там несколько вариантов развития событий, что либо они пройдут, и масло стечет, и все увидят Гитлера и забьют старика, либо старику нюхает масло, уйдет домой, и начнется скребать масло, что на себе на хлеб увидит Гитлера, и возрадуется, переоденется в немецкую форму, будет вышагивать, потом отравится красителем и умрет. Но произошел совершенно другой сценарий, и что старик просто прошел, и было холодно, и масло не стекло, и старик выбросил данный плакат, и при этом женщина, которая ведет диалог с Дмитрием, она до того, как Дмитрий начал рассказывать эту историю, это уже видел, то есть такой возврат назад, и достаточно открытый финал, чтобы мы подумали, что именно имел в виду Дмитрий. И все, это показывает очень хорошо, это хороший абсурд, это черный юмор, черная комедия, сатира, такой в стиле англичан, я бы сказал. Вот есть комик Стюарт Ли, и во втором, по-моему, сезоне Машины Юмора, в конце его выпусков, он делал такие минутные ролики, которые полностью показывали смысл выпуска, и при этом были доведены до абсурда. Но что-то похожее сделал Дмитрий, сделал это хорошо. Да, временами хромал хромакей, да, некоторые идеологи выглядят как-то, ну, наиграно, ну, а там никто не актеры. Да, один раз Дмитрий немного так шандарахнулся, и камера подергивалась. Я тут даже еще записал, что он немного взял идею у Конникова, по-моему, и так звали чувака в очках, потому что там, увидите, главный женский персонаж, она также снималась с Конниковым, по-моему, Конников воззовут, если я ошибаюсь, вы уж извиняете. Вот, и также не вели беседу, сейчас это сделал Дмитрий, но он сделал это намного лучше. Ну, знаете, Таракину тоже идей для фильмов немного подборовывал, ну, в плане кадров там, ну, сценарных ходов. Музыка была отличной, то есть на заднем фоне я даже, ну, там просто мелодия, но я даже расслышал мелодию от Тома Уэйтса, возможно, там все было Тома Уэйтсом. Прекрасно, прекрасно. Это просто парад мезонтропии, я бы сказал. То есть, я не часто ставлю лайки на Ютубе, но этому видео я готов поставить лайк. То есть, все было сделано хорошо, все было сделано хорошо. Для видеоблогера это хорошая короткометражка. И уж поверьте мне, я сам несколько лет тому назад пытался снять короткий метр, да, я его снял, мы отправляли на конкурс, ни хера не взяли, не, вошли в шорт-лист, но ни хера не взяли, и получилось не особо хорошо в плане съемки и звука. Но все ошибки на будущее как бы записал. И я знаю, насколько это было тяжело, я могу представить, как было тяжело Дмитрию. Вот, это колоссальный труд. Все-таки, это не просто видеоблог. Хотя, начиналось все как будто видеоблог, я думал, что был фильм в стиле видеоблога, а нет, вот, закончил таким образом. Поэтому, молодец, я вот сейчас смотрю на статистику, это видео было выложено, когда же оно было было, 1 июня, да, 2016-го, как мне обещало, рано-рано, видимо, вышел, почти 2 июня. Всего пока 186 тысяч просмотров, 33 тысячи лайков, и 12 тысяч лайков, я не понимаю, этих людей, кому не понравилось, я не понимаю этих людей. Видимо, не уловили юмор. Знаете, вот над Дмитрием много смеялись, типа, да он шутит, его не понимают не потому, что слишком умные шутки, а потому, что он сам шутить не умеет. Знаете, здесь вот как раз хороший, правильный, тонкий юмор. И те, кто его не понял и думает, что он плохо пошутил, значит, вот этим видео он показывает, что он все-таки умеет шутить. Вот, если бы он больше бы сейчас акцентировал себя на вот таких работах, было бы замечательно. То есть, вот что должно быть на ютубе. Вот я и вот этот фильм. Вот мой блог и этот фильм должны быть на ютубе. Как-то так. Вот такая небольшая аналитика от меня. Да, я все-таки разносторонний, могу говорить и обсуждать и анализировать. Все. Если вам понравился мой монолог, ну что, подпишитесь на канал, порокомментируйте, поделитесь, поставьте лайки. рассказывайте всем и вся. Ну а также не будьте нормальными, будьте рациональными. Как-то так. С вами был Данил Арышкин. Всем спасибо. Всем дизлайк. Ох, а вы Гитлер, блин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова